С этого должно было все начаться. Сейчас бы записали. Да, небольшой эпик фейл. Ну все, готов? Да. Дубль два. Итак, всем привет, меня зовут Даня, и сегодня мы продолжаем нашу рубрику, где мы знакомимся с нашими игроками. Только в формате Road Talk. И сегодня за рулем наш активный и очень интересный водитель Сергей Карасев. Я подумал, что ты сейчас скажешь Road Front. Road Front, ты сразу понимаешь, что ты любишь конфетки, да? Напомню немного о формате. Сейчас буду задавать много вопросов. Самое главное отвечать честно, правду и максимально открыто, чтобы мы знали тебя как можно ближе. Договорились. Первый вопрос. Какое главное достижение для тебя в 2019 году? Ну, многие знают то, что у меня родилась вторая дочка в 2019. И, наверное, для меня, как для отца, и это, наверное, самое главное, то, что у меня случилось в 2019 году. Поэтому я благодарен Богу, что она родилась здоровенькой и все у нее хорошо. Второе, наверное, событие 2019 года, то, что я подписал контракт с Химками, перешел в эту команду. И сейчас мы с ней боремся и претендуем на самые высокие места. Я тут заметил. Первая дочь, имя Милена. Вторая дочка, имя Оливия. Твою супругу зовут... А ты сейчас на что намекаешь? То, что у меня... Твою супругу зовут Эвелина. То, что у меня не экзотическое имя. Нет, мне интересно, кто выносит больше вклад в выбор имени? На самом деле, с первым ребенком мы договорились так, что если это будет девочка, у супруги уже было имя прямо давно за голове. И она прямо очень хотела так назвать. Поэтому я тут даже не спорил. И, в принципе, мне очень тоже понравилось имя Милена. Поэтому здесь вопросов не было. Со вторым именем пришлось немножко потруднее. Но, наверное, здесь больше активность я сыграл в выборе имени. И там было очень большое количество имен. Но все-таки супруга прислушивалась ко мне. И вот мы остановились на Оливии. Обе дочки у меня американки с американскими паспортами. Это как взгляд в будущее от вас, как от родителей? Или почему Америка? Во-первых, все-таки климат при рождении, наверное, при первых месяцах, которые она была там, все-таки для ребенка очень важен. Закладывается вот этот начальный иммунитет. И плюс все-таки паспорт дает очень много преимуществ. Безвизовый въезд куда угодно. И в крайнем случае, 18 лет, если она не захочет иметь американское гражданство, она сможет от нее спокойно отказаться и быть чисто россиянкой. А где? В Майами. Не самый плохой город, я скажу. Да, да. А сейчас у тебя дочки, но, как говорится, каждому мужчине хочется сына. Ты не планируешь останавливаться? Пока мы сделаем паузу, это точно. Сейчас надо этих дуб поставить на ноги. И все-таки супруга, я думаю, для себя тоже должна пожить. И потом уже, если будет позволять здоровье, если будут силы, то, я думаю, почему бы и нет. И, безусловно, мальчику тоже очень хочется. И посмотрим, что будет дальше. Но сейчас пока сделаем паузу. Хорошо. А кто из вас с Эвелиной более строгие родители? 100% Эвелина. Это как бы... Если я еще буду строгим, плюс я постоянно в разъездах, так, мне кажется, ребенок совсем с ума сойдет. Это будет просто узлой, приходящий дядя. Да, да, а так я человек, который там какие-то подарки приносит все время, там разрешает что-то втайне от мамы. Поэтому Эвелине лучше не показывать это видео потом. Я скрою от нее. Я поставлю ее в черный список в Инстаграме, а потом разбирайся сам почему. Очень интересный момент касаемо вашей свадьбы. Она была в Вегасе, на вертолете. Почему именно такой формат? Мы хотели, наверное, сделать праздник для себя больше. И хочется, чтобы этот день остался надолго в памяти. Так прикинули. Ну, 14 февраля отличная дата. День всех влюбленных, поэтому почему бы и не в нее. И прилетели в Вегас, договорились, сняли вертолет, взяли священника и фотографа. И вот у нас такая была тесная компания. Получается, поднялись над Вегасом, над главной улицей, сделали кружок. Мы поженились в вертолете, приземлились уже на землю новой парой. Поэтому... Как говорится, обвенчались на небесах. Да, обвенчались на небесах. И я думаю, этот день мы с ней запомним на долгие годы точно. Да это самое главное. Все-таки такое, я помню, ты говорил в одном из интервью. Да, такое должно раз в жизни. Ну, по крайней мере, должно случаться раз в жизни. Твой источник силы. Я могу предположить на данный момент? Я думаю, что это моя семья, наверное. Мой главный источник силы, мой главный источник энергии. Я подпитываюсь от них. Ну и, безусловно, наверное, второй источник силы. Это здоровый образ жизни, все-таки правильное питание, правильный распорядок дня. Что тебя радует больше всего в людях? Больше всего в людях. Наверное, честность больше всего меня радует. Какая-то вполне такая нормальная открытость от людей, доброта и, наверное, вот эти главные качества. Хорошо. Куда бы ты очень хотел попасть? В какое место? В Африку. Ну, на сафари. Вот прям мечта моя с детства. Обожаю животных. Полностью поддерживаю. Вообще. Обожаю животных. И вот самая такая моя большая мечта, надеяться, что она рано или поздно осуществится. Это сгонять на сафари и вот побыть в этой атмосфере, в которой живут, наверное, люди в Африке, когда там в любой момент ты можешь увидеть льва, слона и так далее. Можешь увидеть, а может быть, и станешь обедом. Это, я думаю, непередаваемые какие-то эмоции. Хорошо. Если прямо сейчас у тебя появляется шанс изменить что-то во внешности, что это будет? Хороший вопрос. Во внешности. Я бы, на самом деле, мне кажется, ничего не стал менять, потому что родители дали мне, я думаю, все самое лучшее, папа с мамой. Поэтому, наверное, я бы не стал ничего себе менять. И это правильно. Я тоже так думаю. Самая бессмысленная покупка в твоей жизни? Может быть, ты не обязательно о ней жалеешь, но считаешь ее бессмысленной. Бессмысленная покупка. Ну, вот с рождением детей очень стало много бессмысленных покупок им. Потому что я, да, в основном покупаю, там вот, захожу там в детский магазин, думаю, вот, вот это классно. Игрушка, прихожу домой. Мечна говорит, а ты игрушку себе покупал или ребенку? Я говорю, ну, вообще, Милене, да, покупал, наверное. Сколько времени ты проводишь в соцсетях? В соцсетях я, на самом деле, не особо много времени провожу. Я захожу в Инстаграм, да, проверяю ленту, иногда пишу комментарии. Но больше времени я, наверное, провожу на Ютьюбе, смотрю всякие ролики. И вот этот паразит телефон, на самом деле, забирает очень много времени и жизни, которое можно, наверное, провести совсем по-другому. Поэтому надо вот это контролировать. А касаемо шоу на Ютьюбе, какие ты смотришь? Ой, ну, все-таки в большинстве случаев какие-то такие юмористические шоу. Это типа, там, что было дальше. Насколько это забавно для тебя? Люблю Дудя посмотреть. Тоже Собчак могу посмотреть с удовольствием. Если бы ты делал свое шоу на Ютьюбе, о чем бы оно было? Мне кажется, я уже где-то говорил это. Я бы сделал, наверное, кулинарное шоу какое-нибудь. Потому что я и сам люблю готовить, и люблю все, что все связанное с едой. Постоянно в том же Инстаграме подписано очень много людей, поваров и так далее. На всякие кулинарные рецепты, поэтому мне реально это заходит. Есть ли у тебя сейчас какое-то коронное блюдо, которым ты можешь удивить любого? Могу многим блюдом, мне кажется, многими блюдами удивить. Вообще, на кухне могу проводить прям часами. Я еще люблю готовить очень медленно, очень кропотливо. То есть, это не так, что тяп-ляп, что-нибудь приготовился и съел быстренько. Я люблю это приготовить, разложить по тарелочке аккуратно, чтобы все было красиво. Поэтому у меня такая шиза, такая фенечка есть. Что ж, потихонечку начинаю завидовать имени. Поэтому если вдруг что... То, если что, семью накормить я смогу вообще без проблем. Семью, друзей. Заходите в гости. В одном из интервью ты говорил, что первый автомобиль, который ты купил, был Range Rover Sport. Потом появился Porsche Panamera. Сейчас Cayenne. То есть, продолжается серия Porsche. Чем тебе запомнился? Да, ну, Porsche мне очень нравится. В плане комфорта, в плане безопасности, в плане стиля. Мне кажется, вот прямо очень, очень круто. Партнер по команде. Янис Тима. И так получилось, что вы уже исторически давным-давно с ним и играли вместе, и общаетесь. Он такой же огромный фанат автомобилей. Часто ли вы эту тему с ним поднимаете? Может, делитесь какими-то вещами? Да, поднимаем частенько, да. В Инстаграме там кто-нибудь что-нибудь найдет новенькое, скинет другому. Давай обсуждать это, потом там фотки показывать, видео. Ну, да, вот про машины очень часто разговариваем, делимся. Поэтому в этом плане мы точно похожи. Если тем для разговора не останется, то машины... То машины останутся всегда. Всегда вывезут. Да. В машине по дороге куда-то? Тренировка, работа, магазин, что угодно. Все люди слушают музыку. Для тебя музыка это более как сопровождающий какой-то момент? Или когда едешь один, нравится прям с душой оторваться, спеть? Ну, спеть я люблю всегда, и не только когда я еду за рулем. Вот прям петь я очень сильно люблю. И, наверное, музыка такую играет неотъемлемой, является неотъемлемой частью, наверное, моей жизни. Поэтому, если будет возможность когда-нибудь после окончания карьеры подумать о том, чтобы, может быть, выпустить пару песен, я бы, конечно, сделал это с большим-большим удовольствием. В самом начале, когда мы сели в машину, ты сказал, что у тебя вышел новый трек. Ну, вот новый, первый. Новый, первый. Первый, единственный, да. Небольшие там каверы, не каверы. И я думаю, что скоро я уже смогу поделиться и со всеми. И в каком жанре? Ну, я думаю, что это такой рэп, перетекающий, перетекающий, может, в поп такого плана. Такая она, вроде и рэп есть, и мелодия есть, и девушка в песне есть, поэтому... А это уже половина успеха. А это уже половина успеха, это точно, когда девушка припев поет и говорит, все. А есть ли у тебя какая-то топ-песня, которая тебя всегда заряжает, вне зависимости от ситуации? Ну, мне очень нравится, вот, что первое пришло на ум, это «Me again spiel» – «I gotta love». Вот это, наверное. «I gotta love my feel»? Да. А на концерте был у них? У них не был. Ходил на «Джах» Халиба, он тоже мне очень-очень нравится, очень много песен его знаю наизусть, поэтому... Чувствовал ли ты себя одиноким странником, который потерял свою дорогу? Таким-таким пока не чувствовал, и надеюсь, что не буду чувствовать. Надеюсь, что все время буду двигаться в нужном направлении. Так, а теперь надо как-то вот это проехать нам. Твой папа – Василий Карасев, знаменитый баскетболист, потом тренер. Вот в связи с этим, был ли у тебя вариант какой-то другой, чем заниматься, кроме как баскетболом? Нет, не было. То есть за тебя уже все было решено? Ну, я с самого детства бросал мяч в кольцо, как мне родители рассказывали, я этого не помню. Они говорят то, что с двух-трех лет я все время с баскетбольным мячом, хотя мама занималась волейболом, и волейбол я тоже, в принципе, играю неплохо. Но душа все-таки и сердце мое отдана баскетболу полностью. 2013 год, 19 лет, и тебя выбирают по 19 номерам, ну такая магия цифра небольшая, ты уезжаешь в НБА. На тот момент у тебя все мысли были о баскетболе, или все-таки ты молодой парень, это Америка, это НБА, или как о большом просторе, там для чего-то новых впечатлений, новых возможностей? Наверное, в тот момент, когда я туда уезжал, я был немножко в шоке изначально, я понимал то, что я сейчас уезжаю далеко-далеко от дома, в совершенно другую страну, с людьми, с совершенно другим интеллектом, менталитетом, поэтому я не знал на самом деле, чего от этого ждать. Но в то же время ехал с очень позитивными эмоциями и понимал то, что я, наверное, достиг ту мечту, которая у меня была в детстве, наверное, которая у любого ребенка, который занимается баскетболом, есть мечта, наверное, попасть в НБА. А на тот момент у тебя был какой-то кумир детства, который играл в НБА? У меня было два человека, наверное, это вот Майкл Джордан и Коби. Два человека, наверное, на ком я рос, смотрел. Потом у меня, если брать не американских игроков, то это был Манужа Нобили. Угу. И я помню, ты говорил, что всегда хотел играть в шпорах. Да, да. У меня была такая мечта при тренере Поповича, потому что для меня это один из самых величайших тренеров вообще за всю историю. Я думаю, что поучиться у него, набраться какого-то опыта, я думаю, что это очень дорого стоит. А можешь вспомнить свои первые впечатления, когда ты играл против Коби и против Ману, получается? Против Коби я не играл. Я, вон, был травмирован. И вот за три года я как раз ни разу не получилось у меня сыграть против него. А против Ману, ну, это вот, я помню, на тот момент ему было уже где-то лет 35. Уже около ветерана. Да, уже был около ветерана. И все равно это был человек с сумасшедшим интеллектом, с сумасшедшей физикой. Ты просто вот смотришь на меня и думаешь, как? Ты же белый. Как ты это делаешь? Фразу, которую можно вырвать просто со всего разговора. Ты же белый, парень. Три качества американцев, с которыми ты не сразу свыкся. Изначально я спрашивал, почему там люди такие добрые. Потому что ты можешь идти по торговому центру, и тебе там все будут, о, какие прикольные кроссовки, какая майка у тебя прикольная. Просто абсолютно незнакомый человек. Незнакомый, да, человек может идти, я помню, сколько раз мы ходили с супругой в магазин, и говорили, ты такая красивая, ты такая красивая, через одного. И это был не продавец в магазине. Да, это просто были обычные покупатели, которые ходят по торговому центру. А потом я просто понимаю то, что это у них так заложено, и то есть иногда они даже сами этого не замечают. Да, это вроде прикольно, да, то, что тебе подметили что-то, а с другой стороны ты как бы понимаешь, что это было так вскользь, вообще брошено вскользь, и поэтому на это можно даже не обращать внимания. Вот если в России тебе так скажут, я думаю, что это вот тоже будет достижение. У тебя еще и спросят. Это будет достижение. На данный момент в НБА феномен европейских игроков. Йокич, Дончич, ну, допустим, даже если брать Дончича одного парня 20 лет, в Европе, в Евролиге уже завоевал все, что можно. Я думаю, в НБА тоже это не за горами. В чем секрет, на твой взгляд? Я просто не могу говорить за него, сколько он тренируется, сколько он работает. Я этого не знаю, там, подводных течений, но по нему видно то, что он живет баскетболом просто. Он отдается полностью, и безусловно, когда у тебя такое колоссальное доверие, потому что, когда он пришел, и ему, можно сказать, дали практически карт-бланш в Далласе. Когда у тебя есть талант, когда у тебя есть данные, когда ты способен играть, и ты можешь это делать, и когда у тебя есть это колоссальное доверие, я думаю, рано или поздно ты заиграешь, просто смотря, как ты заиграешь. Ну, реально сейчас входит, наверное, в топ-5 лучших игроков на данный момент. По-одному без другого не может быть. То есть, если у тебя есть талант, но у тебя нет этого желания, у тебя нет работоспособности, у тебя глаза не горят, ну, ты какое-то время поиграешь, а потом на этом все закончится. На данный момент, на твой взгляд, насколько Евролига конкурирует с НБА? Учитывая все эти течения. Ну, конечно, трудно сравнивать, потому что все-таки там 82 игры в сезоне, и очень часто там, когда тренера не берут своих лидеров, там по 4-5 человек куда-нибудь на выезды, и они к этому совершенно нормально относятся, потому что все понимают, что главные игры у них впереди, это все-таки плей-офф и, наверное, больше вторая половина сезона. В Евролиге же каждая игра на вес золота, и ты тратишь намного больше энергии, намного больше сил за эти 40 минут, нежели там игроки тратят за 48 минут, которые играют в НБА. И поэтому по уровню игроков тех же, и вообще по уровню игры, которую сейчас показывается в Евролиге, я думаю, что очень близко. А может ли у нас получиться, что в Европе баскетбол будет таким же эффектным? Потому что как ни крути, все-таки, где в НБА игрок через троих захочет взлететь и положить сверху, то у нас бывает такое, что даже в отрыве человек делает простой лояп. Почему так происходит? И может ли это поменяться? Я думаю, что это может поменяться, и это меняется. НБА, наверное, это игра атлетов. И там на физике, наверное, завязано порядка 60-70% успеха. И те условия, которые есть в НБА, немножко тоже отличаются от того, что есть в Европе. Первые игры в Евролиге в твоей карьере прошли уже в нашем клубе, в Химках. Насколько тебе было тяжело выступать вот в этом самом сильном турнире Старого Света, да еще и сразу в новом клубе? Сначала было, да, немножко надо было притереться, понять, потому что, когда ты играешь в Еврокубке на протяжении трех сезонов, все-таки ты как-никак все равно привыкаешь к этому, и немножко надо перестраиваться к Евролиге. Все-таки уровень совершенно другой. Мне там понадобилось какое-то время на то, чтобы притереться, но не только к Евролиге, но, наверное, и к новой команде, к новому тренеру, понять схему, тактику игры. Но с каждым днем, с каждой тренировкой, с каждой игрой я понимаю то, что я становлюсь все более-более уверен и приношу, наверное, все больше и больше пользы команде. Многие заметили, и я в том числе, что с трехочковой дуги у тебя броски удаются больше в сложных положениях, на последних секундах, с каким-то поворотом-разворотом, нежели из простого положения на трешке. Откуда это? Связано больше с головой и с психологией, потому что, когда ты бросаешь на последних секундах и сложной позиции, у тебя в этот момент отключается голова, и ты это делаешь на автомате просто. И ты понимаешь, ну окей, ну ты промажешь, тебе как бы никто слова не скажет. Это был тяжелый бросок на последних секундах, тебе нужно было бросать. И зачастую, не только я, но очень многие игроки в такие моменты как раз забивают. А когда ты стоишь один, тебя вывели. Наверное, для меня это самый-самый тяжелый бросок, когда стоишь один, вокруг никого нету, и ты в голове у себя начинаешь прокручивать. Ну все, я же должен на это попасть, это же так легко. Не попадешь, загрызут. И вот, да, и зачастую в такие моменты как раз ты промахиваешься. Не могу не затронуть тему. Раньше в Лиге ВТБ была афиша Сергей Карасев, петербургский «Зенит» против Алексея Шведа «Химки». Дуэль скореров, снайперов. Сейчас этого нет, потому что вы играете вместе. Были ли у тебя какие-то опасения или какие-то особые ожидания от того, что вы теперь с Лехой играете вместе? Да я бы не сказал, что у меня были какие-то опасения, наоборот, были самые позитивные эмоции. Как раз, как ты сказал, ожидания. Потому что Леха очень классный игрок, и на самом деле, когда он играет в тот баскетбол, который он может играть, и он сколько раз уже показывал это в этом сезоне, когда он стягивает на себя там двоих-троих человек, это же здорово. Тем более, что он отлично видит площадку и отлично раздает передачу. Поэтому, не знаю, ну, очень приятно играть, когда, знаешь, там, у тебя становится намного больше свободных бросков, когда становится намного больше пространства на площадке, потому что он стягивает, как я говорю, на себя защиту всю. Поэтому опасений никаких нет. В основном это были журналистские подогревы. Мы воссоединились, вроде сейчас на первом месте ВТБ идем, и, тьфу, тьфу, все складывается нормально. Теперь надо подтягивать, вот, Евролигу. Тренер нашей команды, Римус Куртинайтис. В прошлом игрок, сейчас тренер. Твой папа, Василий Карасев, также в прошлом известный игрок. Тренер. К чьему мнению ты прислушиваешься сильнее? Все-таки это оба человека тренеры со своим мнением, со своим видением. Но плюс ко всему, один из них, это твой папа. Ты имеешь в виду сейчас? Да. Ну, безусловно, я буду прислушиваться к мнению главного тренера команды, потому что он отвечает, грубо говоря, за результат, он отвечает за игру команды. И, как бы, отец не может подсказать, наверное, больше, там, указать на ошибки. И, там, можно разобрать с ним, посидеть игру, посмотреть. Можно сказать, как с экспертом, вот так вот. Я это скажу, когда, там, после, есть же всякие разборы после игр. Вот, это больше на вот это похоже. Жена Эвелина также у тебя играла в баскетбол, кандидат мастера спорта. Бывает ли такое, что за упущенный момент в игре тебе прилетает от своей супруги? Прилетает, еще как прилетает. Мы, как это, у нас есть какая-то договоренность, то, что мы стараемся меньше разговаривать про баскетбол. Баскетбола так хватает, много других тем. И у меня в семье хватает очень много народу, с кем я могу поговорить на тему баскетбола. Поэтому, безусловно, мы обсуждаем игры. Она спрашивает мое мнение, я спрашиваю ее мнение. Но стараемся как-то, потому что, бывало, и ругались на этой почте. Из-за твоей игры? А, из-за моей игры, да. То, что она там может что-то высказать, мне это не понравится. И поэтому мы решили то, что баскетбольную тему мы особо сильно поднимать не будем. С кем бы из мировых игроков ты хотел бы сыграть один на один? Отличный интерес взять и обыграть. Давай тогда ману Женобеля возьмем. Пока он ветеран, пока есть возможность. Сейчас есть возможность. Вопросы из разряда или-или. То есть, я даю два варианта, нужно выбрать один из них. Окей. И только. Из серии детских вопросов. Арнольд Шварценеггер или Сильвестр Сталлоне все-таки? Сильвестр Сталлоне. Если братьям и путешествий, больше нравится на самолете или на автомобиле? На автомобиле. Лето или зима? Лето. Отдать пас или бросить самому? Отдать пас. Почему все так говорят? Почему все так говорят? Я не знаю, как все, но у меня это на 100%. Тебе больше нравится быть за рулем или на пассажирском? За рулем. Отлично. Фильм или книга? Фильм. Ну, я просто не сказал бы, что большой фанат книжек. Нет, почитать могу, безусловно, но я выберу фильм. Хорошо. Анджелина Джоли или Шерли Стерон? Мне можно этот, Эвелина Савельева? Можно так ответить? Хорошо. Здесь, здесь. Анджелина Джоли. Потому что много говорят, что Эвелина чем-то похожа на меня. Так. А вот это вот, я бы сказал, это даже острее звучит. Эвелина чем-то похожа на Анджелину Джоли. Ну, ладно, давай, давай. Гитара у костра или лучше клуб с тусовочкой? Вот сейчас бы я бы выбрал гитару у костра, наверное, больше. Хорошо. Питер или Москва? Вот это, такого я не был готов. Удар ниже пол. Да. А если я Питер скажу, обидеться, нет? Я думаю, нет. Это же честно. Ну, тогда Питер. Хорошо. Хорошо. Уж нам ли, людям, замешанным в спорте, в баскетболе, не знать, что такое MVP? Самый ценный игрок. Если брать самого ценного человека на нашей планете сейчас, кого бы ты назвал? Мама. Универсальный ответ, я тебе скажу. Что ты считаешь самым лучшим изобретением человечества? Баскетбол. Итак, на этом мы заканчиваем. Мы приехали на тренировку. Завтра нас ждет игра. Серега, спасибо за откровенные честные вопросы. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Серегу. Следим за жизнью и будем едины. Peace. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok